МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Здравствуйте, Андрей Михайлович. – Добрый день. – Андрей Михайлович, спешу еще раз вас поздравить с вашим прошедшим юбилеем. 60 лет – это время собирать камни? – Камни – это просто прошедшая дорога, которая идет. А впереди нас будущее, которое есть любимое дело. И то, что мы сейчас занимаемся и развестием футбола в регионе Ульяновской области. – Действительно, вы все-таки мастер спорта по хоккей с мячом, а все ассоциируют вас именно с футболом. Почему? Как такая метаморфоза произошла? – Ну, наверное, два вида спорта, которые похожи друг на друга. Хоккей с мячом и футболом, правила игры, они практически едины. И поэтому не надо было выбирать, когда закончил спортивную карьеру. Ну, легко переключился на футбол и продолжаю сейчас оценивать вид деятельности в этом направлении. – Работаете? – Спортивная школа с имени Старостина, которая носит достойное имя и которой мы прославляем его и чтим память футболист Ульяновска играет за Волгу Ульяновска. – Кстати, о школе имени Старости. Недавно она выиграла грант Российского футбольного союза. Целый миллион рублей. И давайте посмотрим, на что в том числе пойдут эти деньги. На футбольном поле только девушки. Стадион «Локомотив» в Ульяновске принял необычный фестиваль «Играем вместе». Исключительно для самых юных любителей с кожаного мяча. Инициатива РФС – реализация спортивной школы «Волга». – У нас-то вообще в школе с самого первого дня у нас отделение женского футбола и у нас с каждым годом только все больше и больше воспитанниц добавляется. Это радует. Один из самых результативных форвардов в истории ульяновского футбола Александр Заикин – почетный гость фестиваля. Успевает не только торжественные речи толкать, но и дать пару бесценных советов будущим футболисткам. Но главные герои все же – воспитанницы школы. Именно на их хрупких плечах и твердых ногах мастер-классы для участниц фестиваля. – Футбол меня улюбил своей командной игрой, как этот вид спорта дарит эмоции. Около 50 первоклашек отважились погонять футбольный мяч в рамках фестиваля «Играем вместе». Стопроцентно все они новички в этом деле. Поэтому для них все в диковинку и удивительно. В том числе и изумрудная искусственная трава газона на стадионе Луко. – Мне очень мягко ходить, и она прям как настоящая. Она удобна, чтобы бегать. – Задача зеленых – забить гол в эти ворота. У белых какие ворота надо забить в эти. Готовы? – Да! – Все, начали. Конечно, я жду, что вот эти девочки, которые сегодня первый раз пришли, чтобы они у нас остались и продолжили заниматься. Может быть, в нашей школе футбольной, может быть, в других футбольных школах начали заниматься женским футболом. Это самое главное мое ожидание. Различные эстафеты и конкурсы, показательные выступления девушек постарше и, конечно, игра в футбол. Всего около часа длятся мероприятия фестиваля «Играем вместе». Но не исключено, что эти небольшие минуты для кого-то из девчонок, впервые прикоснувшихся к кожаному мячу, станут судьбоносными в их жизни. Андрей Михайлович, а у вас спортивная семья? – Ну, к сожалению, я начал эту деятельность. Продолжение попыталась дочкой, которая занималась художественной гимнастикой. Сейчас у меня два внука, которые она подарила. В пяти и трех лет мы начинаем потихонечку осваивать самую физкультуру. Начали заниматься старшим, но занимаются футболом. Младшего привлекаем к занятиям физической культуры. – Скажите, а что, по-вашему, нужно сделать для того, чтобы семьи как можно больше занимались физкультурой и спортом? – Ну, прежде всего, у нас должен быть в семье пример, который будет активно заниматься. Естественно, втягивается как к своей супругу, так и детей, внуков. И я думаю, что личным примером это было бы самое правильное направление. Так что, поэтому реклама должна присутствовать везде. И это самое главное. – А вы как внукам свой пример подаете? – Ну, как внукам? Беру мяч, набиваю, бью, двигаюсь, потею вместе с ними в игре. Но, тем не менее, от этой радости они получают. А значит, мы просто привлекаем, завлекаем. А это уже большое дело. Главное, в это время их направить в русло. – Ну что ж, о спортивной династии Греховых мы наверняка узнаем в будущем. А пока рассказ о семье Лаптевых, которая прославляет наш регион в тяжелой атлетике. Слово Юрия Ощепкову. – Олег Лаптев – победитель первой стороны среди юношей, юниоров, молодежи, многократный призер чемпионатов и Кубка России. Несмотря на свои 35, до сих пор в строю и штурмует новые высоты. Совсем недавно стал победителем чемпионата ПФО в Татарстане. – Можно тренироваться довольно-таки долго. Если не сопутствует травме у спортсмена, а если у него со здоровьем все более-менее нормально, то можно долго довольно-таки поднимать. В копилке Олега семь серебряных и три бронзовые награды взрослых чемпионатов и Кубка страны. Но почему вечно второй? Чего не хватало для чемпионства? Лаптев, в первую очередь, это связывает с тем, что рано остался без тренера. В 2012 году не стало его учителя Ивана Егоровича Захарова. – Начал совершать много ошибок. То есть не хватало опыта, не хватало, возможно, где-то знаний. И то есть я на своих ошибках все это научился, как тренироваться заново. И все же трудолюбие и упорство Олега Лаптева было вознаграждено. Спустя семь лет ему присвоили звание чемпиона России и обладателя Кубка страны. После того, как из-за допинга был дисквалифицирован победитель тех турниров москвич Феликс Халибеков. – Наверное, когда ты не стоишь на педестале, когда ты не выигрываешь на соревнованиях при зрителях, это немного другое. Нет вот этих эмоций. А ради этих эмоций мы и соревнуемся. Свои положительные эмоции в соревнованиях и на тренировках продолжает получать и супруга Олега Екатерина Лаптева. Пройдя на днях сета отбора на ПФО, 33-летняя спортсменка под руководством своего мужа очень серьезно готовится к чемпионату страны, который в начале июля пройдет в Хабаровске. – Хочется очень полностью реализовать свои возможности, потому что, мне кажется, еще есть порох в пороховницах, так сказать, и подрастающему поколению, наверное, детям, чтобы был пример. На примере своих родителей растут и обе дочки Лаптевых. Старшая, 10-летняя Варвара после секции спортивной гимнастики теперь активно занимается штангой. Спортивное будущее уже уготовлено и для младшей, 6-летней дочери Агнии. Планируем отдать на следующий год либо в гимнастику, либо в какие-то танцы, чтобы развивать традиционные способности больше, потому что для такого вида, как тяжелой атлетикой, все-таки лучше начинать с 10-12 лет. У Лаптевых среди учеников уже около десятка атлетов, которые стали мастерами спорта. Есть и Фаэль Закиров, четырехкратный участник первенства Европы. Тяжелая атлетика в нашем регионе в почете. В августе Ульяновску доверено право принимать первую всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов России именно по этому олимпийскому виду спорта. Своеобразный аналог некогда популярной в стране спартакиады дружбы народов. Андрей Михайлович, вы такой разносторонний человек, а вот если бы не футбол и хоккей, в какой вид спорта пошли бы? Может быть, в теннис? Теннис настольный – это близко, мы и сейчас играем самое, но большой теннис мы играли на тренировках, мы вводили элементы тенниса, то есть, как бы, играя в воротах, это удары по мячу, ловля мяча, техника обработки мяча. Естественно, теннисный мяч намного скоростнее летит, чем мяч хоккей. Ну что ж, а вот наша съемочная группа посмотрела, как профессионально работают с детьми корифей ульяновского тенниса Валерий Самсон. Большой теннис начинается с простых упражнений, многие из них на элементарную внимательность. Именно они в будущем станут залогом успеха в спорте. Так считает один из самых авторитетных теннисных наставников ульяновска Валерий Самсонов. В его многолетней педагогической практике десятки обучающих программ и проектов. Один из них, первый удар, снова стартовал в областном дворце детского творчества. Ну, исходя из того, что дети, когда приходят в сентябре, некоторые вообще не знают, что такое теннис. Родители видели, вот приводят к детям. А чтобы попробовать, поэтому мы придумали летнюю программу выигрывания. Участниками проекта вот уже пять лет подряд становятся дошкалятые первоклашки. Те, кто еще ни разу в жизни не держал теннисную ракетку в руках. В нынешний набор шестилетнего Добрыни Сироту привела мама. Больших планов у них пока нет, говорит Юля Сирота. Главное, чтобы сын сам определился, что ему интересно. Ему нравилось заниматься бадминтоном, поэтому я его привела на теннис, потому что бадминтона у нас в городе как будто бы нет для таких маленьких. И раньше я здесь занималась танцами в детстве, поэтому я его сюда и привела. Чуть меньше часа длится стартовое занятие проекта «Первый удар». После короткой разминки Валерий Самсонов предлагает детям игры. В этом возрасте, говорит наставник, мальчишкам и девчонкам без игр никуда. Лишь в заключительную четверть часа долгожданное знакомство с ракеткой. Правда, вместо традиционного теннисного мяча – большой, поролоновый. Именно с ним пока сподручнее играть будущим спортсменам. Самое сложное упражнение мне было – это мы бежим и подбрасываем, ну, а пол мячик стукаем и ловим. Я еще сюда приду, чтобы научиться играть в теннис. Проект «Первый удар» предусматривает всего 8 занятий. Все они пройдут в июне. А затем у мальчишек и девчонок, а также их родителей, будет пара месяцев на раздумье. Кого теннис затянет, в сентябре смогут снова прийти на тренировки и заниматься уже по более сложной программе. Андрей Михайлович, Ульяновск буквально замер в ожидании большой победы в футбольной нашей «Воге». Ей осталось выиграть один матч всего лишь для того, чтобы пробиться в «Первый дивизион». Видите, что это произойдет? Ну, весь, наверное, Ульяновск это ждет. Спортивная общественность в это надеется. Болельщики, наверное, предвкушение этой игры. Да, будет сама очень сложная игра. Она крайняя игра получается, трудная. Но все вопросы, они решаемы на футбольном поле. Я думаю, что футболистам надо верить, тренер сказал, победа будет за нами. Ну что ж, согласен, что этот последний шаг будет очень тяжелым. Других, в общем-то, у нынешней «Волги» в последнее время нет. Трудно подопечен тренера Рината Аитова и в домашних матчах, и даже с аутсайдерами. Ждать уже недолго. Первый будет «Волга». С таким настроем вышел на заключительную домашнюю игру сезона фанатский сектор Ульяновск. Самые громогласные болельщики уверены, что команда добудет путевку ФНЛ. Первая из ухоставшихся преград на пути к этому – «Тольятинская лада». по этому веселье не переживаю просто. Осталась вот одна важная игра – это вот в Урале и все. «Железно» будем первые. «Семь бить!» «Семь бить!» «Семь бить!» «Семь бить!» А на противоположный от фанатов трибуне – самый тихий сектор. Из него не услышишь речевок, песен и скандирование «Волга-Волга». На креслах – фото детей, пропавших на просторах необъятной России. Поисковый отряд «Лиза Алерт» надеется, что футбол поможет их вернуть. Акция «Молчаливые зрители» – это около 350 ориентировок на тех, кого родители все еще ждут домой. «Был случай, когда такие же ориентировки были размещены в матче «Зенита», и один из болельщиков увидел пропавшего ребенка. Ребенка нашли живым». «Волга» – вторая в турнирной таблице. «Лада» на последнем месте. Фаворит, казалось, очевиден. Тем более, что уже в начале встречи хозяева открывают счет. Азнаур Гирьбов подает штрафной гостей с углового, и капитан Тольяттинцев Игорь Рыжков неожиданно для своих и чужих срезает мяч в собственные ворота. «Ой, опять по традиции, что ли, какой-то. Я говорю, у нас как это, проблема. Любое стандартное положение, особенно угловое, это как пенальти». Правда, развить успех «Волге» удается только в концовке первого тайма. И снова помог угловой. Теперь на навес Гирьбов откликнулся форвард Алексей Каштанов. 2-0 к перерыву в пользу «Волге». Но ее игра оставляет желать лучшего. «Немножко нервоз присутствовал в первом тайме. Наверное, волнение все равно сказывается. Уже конец чемпионата, и мы боремся за чемпионство. В любом случае, хочешь не хочешь, сказывается немножко нервозность. Ну а второй тайм – удаление, которое, конечно, подпортило наш план на игру». Это удаление случилось в самом начале второй половины. Его склопотал один из центральных защитников «Волги» – Айдар Хабибуллин. Сезон для него закончен. В Екатеринбурге волжанам он уже не поможет. Без него Ульяновцы играют на контратаках. Пару раз мяч летит рядом с воротами «Тольятинской лады». Однако забивают именно гости. На последних секунды гол престижа на счету Глеба Бахарева. 2-1. «Волга» все же добывает три необходимых очка, и она по-прежнему в чемпионской гонке. «Да, конечно, неприятно доводить до такого конца. Но окончание сезона и, в принципе, немножко подустали. Но остался один шаг, я думаю, найдем в себе силы и все достанем из себя». Этот шаг «Волге» предстоит сделать в Екатеринбурге в игре против «Урала-2». Победа гарантирует ульянцам первое место и выход в ФНЛ. Ничья существенно уменьшит шансы. Поражение – крушение всех надежд. Матч года для ульяновского футбола – 4 июня. Ну что ж, время передачи наше подошло к концу. Завтра ждем хороших новостей из Екатеринбурга, где наша «Волга» поборется за выход в первый дивизион. Справится ли, расскажем через неделю. А сегодня с вами был реальный мастер спорта Советского Союза по хоккейсмичам Андрей Грехов. А с вами был реальный спорт «Ульяновск». Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова